Окей, погнали. Значит, смотрите, сегодня мы с вами говорим о психологии покупателя. Вот здесь я вам нового ничего не скажу. Для чего это нужно знать и почему это важно? Потому что вы прекрасно все знаете, те, кто особенно с маркетингом каким-то образом связан. Сегодня речь не про маркетинг пойдет, а про личные продажи, то есть от первого лица, от продавца к покупателю. И понятно, что это будет связано не только с товаром, это будет связано и с услугами. Потому что, как ни крути, рынок услуг у нас достаточно широкий, большой. И, собственно, как и до пандемии это был самый перспективный рынок, то и после пандемии он тайковым еще остается. Хотя, конечно, пандемия коррективы внесла. Но мы с вами должны сегодня поговорить именно про покупку, про продажу и про психологию самой главной покупателя. Потому что, если мы с вами будем знать, что там в голове у человека, который приходит в магазин, то, соответственно, мы можем ему, во-первых, либо что-то предложить, либо вовремя сориентироваться, чтобы как-то сыграть нам на руку. Поэтому начинаем с самого простого, с самого начала. Это то, что вы можете рассказать, кстати, своим подчиненным, если они у вас есть, своим коллегам. Потому что это очень важно понимать, что у человека в голове, когда вообще он решает что-то купить. Теперь человек, посмотрите, если я сейчас с вами разговариваю сейчас с руководителями бизнеса, я сейчас чат, кстати, не вижу, друзья, поэтому, если что, лучше голосом что-то говорить. Или вопросы накидывайте прямо в чат, я обязательно, время в конце останется, я поотвечаю на эти вопросы. На моем опыте самому продавцу эта информация может помочь, а может и не помочь. Я про вот эти вот глубокое понимание, более глубокое понимание вообще, каким образом происходит сам процесс продажи и покупки. Но это важно знать для руководителя, для тех, кто этот бизнес, собственно, создает, потому что отсюда зависит, чего мы предлагаем. Итак, с чего начинается покупка? Вот видите, на экране с необходимостью или желанием что-то приобрести. То есть либо у человека возникает какая-то проблема, действительно у него что-то сломалось, и он решил это купить, либо он решает какую-то свою задачу. Ну, в частности, если, Аня, спасибо вам за пример, прачечная, то, естественно, он решает какую-то задачу по стирке чего-либо, чем он сам не может заняться, стиральной машинки у него нет, или вообще какая-то у него другая концепция, доверие больше профессионалам в этом смысле, или это очень какая-то загрязненная история, или ковер, который там очень трудно постирать самостоятельно. Далее. С чего еще начинается покупка? С подсознательного или осознанного понимания, на каких условиях это будет приобретено? То есть у человека, знаете, как называется, зачесалось. То есть произошла какая-то ситуация, которую он решил удовлетворить с помощью наших продуктов и услуг. Что происходит дальше? Дальше мы смотрим, что на это влияние, что вообще на это желание может повлиять. То есть есть объективная причина, связанная с решением проблемы, как я сказала, там кран какой-то, или что-то испачкалось, или там что-то сломалось, или нужно пойти на вечер и купить какую-то одежду. То есть есть реальная проблема. Вот она возникла, человек ищет способы ее удовлетворения. Либо это эмоциональная составляющая. Например, особенно, кстати, это не только женщин касается, женщина просто в этом смысле чуть более эмоциональная. Увидела женщина какую-то красивую вещь на другой женщине, поняла, что она хочет такую же, не эту же самую, и не один в один, а что-то похожее. Слушайте, по такому принципу вся мода работает, все ходят в широких штанах, и мне надо ходить в широких штанах. То есть по большому счету к жизни как таковой, к жизнедеятельности, к необходимости это отношение никакого не имеет. Оно имеет отношение конкретно к удовлетворению своих эмоций. Я такая же, как все, или такой же, как все. У меня это тоже есть. И так далее, и тому подобное. Ну, естественно, не все люди подвержены именно этим вещам, но я вам хочу сказать сразу же по опыту своему, что подавляющее большинство покупок являются эмоциональными. То есть в любом случае мы с вами действуем на эмоции. Ну, просто вот вообще не сравнивайте, попытка всегда сравнивать, что мужчина менее эмоциональный, женщина более эмоциональный, я с умолею, все одинаково. На самом деле, поэтому у него и шестой спиннинг, потому что у него какая-то там ручка фенди-боберная, и именно с ней удобно, хотя вообще с прошлым тоже все было нормально. А у нее там 30-я розовая сумочка, которая имеет другой оттенок, потому что она под туфлей больше подходит. Эмоциональная история очень частая. Поэтому наша задача, как продавцов, конечно, влиять на эмоциональную сферу, и здесь у нас очень много чего происходит. Это мы говорим и про маркетинг, и про упаковку, и все остальные штуки, но мы сегодня говорим про психологию конкретных покупателей, поэтому что влияет на окончательное решение. То есть человек ищет каким-то образом удовлетворить вот эту свою потребность, и сильно зависит от того, что у него внутри. То есть понятно, что он ориентируется на стоимость. В связи с тем, что покупательская способность у нас в связи с пандемией и экономическими преобразованиями, понятное дело, упала, не скажу, что грохнулась, деньги у людей пока еще есть, слава богу, но тем не менее стоимость является практически всегда, в последнее время, ключевым показателем. И опять же, сильно зависит от того, что конкретно человек покупает, потому что все равно в голове у человека сидит, что хорошее дешевым быть не может. Поэтому если эта история связана с демпингом цен, и просто мы продаем дешево, то здесь всегда продавец сталкивается с обратной историей. Ему не доверяют. Я помню, я работала с салоном меховым, и как раз именно там проблем стояло в том, что хозяйка, руководитель этого салона, владелица этого салона, она привезла шубы, хорошие, качественные, но не с такой ценой, как это было в среднем по городу. То есть цена была такая, хорошо, на порядок ниже. И они с трудом продавали эти шубы, именно потому, что они как-то хотели очень быстро сделать оборот за счет стоимости. В итоге людей это отпугнуло, потому что там шуба норковая не может стоить каких-то денег. Я сейчас не помню уже, какая сумма, но вот они постоянно встречали возражения, что так дешево, где подвох, она, наверное, там неплохая, старая, драна и так далее. Ну, короче говоря, девочки там очень сильно по этому поводу как-то нервничали. Естественно, что еще влияет на окончательное решение? Вот здесь вот как раз известность бренда, это то, за что люди готовы платить. Причем мы с вами тоже прекрасно понимаем, что чаще всего известность бренда – это маркетинговая история. Но без нее никуда не деваться, потому что даже если мы говорим про услуги с точки зрения каких-то не брендов мы берем, там не Nike какой-нибудь, не Bosch, не Lexus и так далее, там подобные, то у нас в Якутске тоже здесь на рынке есть некие уже бренды каких-то услуг, что имеется в виду, что это уже более-менее известные имена, известные имена, названия компаний, там у кого-то на слуху, кто, например, постоянно, если сейчас возьмем бьюти-сферу, ходит в клинике красоты, у кого-то на слуху одна клиника уже, ну, то есть как-то вот это все уже тихонечку развивается. Вот известность бренда тоже влияет на, собственно, окончательное решение, куда человек пойдет приобретать тот или иной товар или услугу. Естественно, качество предоставляемого товара и услуги тоже важнейшую роль играет, ну, собственно, сказать про то, что кто-то хочет купить некачественно, вообще, конечно, никто не хочет, но просто кто-то очень подробно на эти вещи смотрит, кто-то не настолько, так сказать, щепетилен в этом вопросе, еще очень сильно зависит от того, что это. Понятно, что если эта вещь дорогая, то качество, ну, как-то априори считается, что это должно быть качественным, ну, хотя мы все прекрасно с вами знаем, что это далеко бывает не так иногда. Дальше, что влияет еще на окончательное решение, это обслуживание и сервис. Мы с вами дожили до этого замечательного события в нашей жизни, когда обслуживание и сервис становится после стоимости, причем стоимость очень долго стояла, очень долго, вернее, сейчас правильно сформулирую, одно время стоимость вообще не стояла сильно на первом месте, мы с вами вспомним тучные нулевые и так далее, то как-то вот мы готовы были деньги более активно тратить. Сейчас, конечно, вышло это на первый план, но также на первый план вышло обслуживание и сервис. Люди уже не готовы, чтобы в них кидали сдачами и говорили, у нас тут все на витрине, сами смотрите, что непонятного и так далее, люди уже смотрят на обслуживание и сервис. Про сервис обязательно поговорим чуть попозже. Ну и, соответственно, удобство приобретения и использования этого всего. Вот это вот основные вещи, на что люди обращают внимание при окончательном решении. При этом, понятное дело, что не на все сразу. И отсюда смотрим. Итак, у человека есть потребности что-то приобрести, купить, решить, закрыть какую-то свою проблему. Проблема это может быть, как мы уже с вами выяснили, объективная. Это может быть эмоциональная проблема, хочу, чтобы у меня тоже был красивый и так далее. И потребности у нас всегда делятся на явные и на скрытые. Явная потребность – это что я куплю или что я хочу купить, что я хочу приобрести. Чем хочу воспользоваться, за что я готов заплатить деньги. Скрытая потребность – почему я куплю именно здесь, именно по этой цене, именно этот товар и так далее и тому подобное. При этом, когда к нам приходит покупатель, то покупатель к нам приходит, всегда озвучивая явную потребность. Очень редко у нас бывает, когда покупатель говорит, слушайте, вы мне покажите вот эту штуку, но я куплю ее, если тот, тот, тот. Скрытые потребности в переговорах периодически рассказывают, когда говорят, ну, слушайте, давайте убедите меня. Это такой есть переговорный ход, когда просто-напросто участник переговоров говорит, слушайте, если вы мне предложите вот это, вот это, я еще подумаю, стоит ли с вами разговаривать. Ну, это такая другая немножко история. Если мы говорим какую-то вот, условно говоря, продажу в магазине или в Инстаграме, или в каком-нибудь салоне, в услугах и так далее, то вот, пожалуйста, я хочу почистить ковер. Явная потребность. Скрытая потребность может быть совершенно другой. И смотрим, какие скрытые потребности у наших чудесных покупателей бывают. Кстати, у нас самих, поэтому ради интереса сами посмотрите, понаблюдайте за собой, когда сегодня куда-нибудь пойдете в магазин, по каким принципам вы покупаете тот или иной товар. Потому что вот эти потребности меняются в зависимости от товара. И когда человек идет покупать тот или иной товар, для него ведущими потребностями бывает, как правило, две. Четыре не бывает, потому что взрослые люди прекрасно понимают, что если это какая-то престижная очень штука, то она дешево стоить не может. Это сразу вызывает опасения. Итак, давайте посмотрим. Потребности скрытые следующие. Это либо доход, либо экономия. Про доход здесь речь скорее не идет, хотя если стоит мысль про перепродажу, например, риелторская история, то, конечно, про доход речь идет тоже автоматически. Какие-то другие вещи, которые дальше люди реализуют. Следующее. Безопасность, надежность. Что имеется в виду? Что это качественная продукт, услуга. Это мало того, что она качественная, она еще и какая-то гарантированная. Поэтому спрашивают про гарантийные сроки и все, что с этим связано. Она еще связана с собственной безопасностью, например, с эмоциональной безопасностью в магазине, в частности, или в том месте. То есть мне не грубят вообще, мне здесь как бы рады. Я доверяю тем людям, которым я сейчас обратился за решением проблем. Следующая вещь – это про комфорт и удобство. Это мне должно быть удобно. И у нас в стране, это российская, общероссийская проблема, про комфорт и удобство всегда думали. К счастью, сейчас эта ситуация меняется в последнюю очередь. Вот правда. Про комфорт и удобство физически, про то, как добраться, как чего и так далее и тому подобное. Понятно, что некоторые компании сейчас предлагают какие-то доставки, какие-то дополнительные вот эти вот плюшки. Это уже к сервису больше имеет отношение. Но тоже она иногда так корявенько выходит на самом деле. То есть вроде сервис есть, а работает через… Ну, как-то вот вы поняли, короче, что я хотела сказать. Неправильно он работает. И тогда это бьет, конечно, по потребности комфорт и удобство. Ну, например, я не хочу заниматься стиркой какой-то вещи, потому что это время. Потому что комфорт и удобство – это еще и экономия времени. Вот несмотря… Не путайте экономию по деньгам и экономию времени – это как раз про удобство. Я лучше заплачу людям деньги, которые мне все это сделают, чем я буду сама в этом ковыряться. Ну, вот, собственно, я сама работаю, у меня на аутсорсинге есть бухгалтер. Вот. Я честно понимаю при моих объемах, что я бы могла сама заниматься сдачей отчета всех остальных вещей. Вот правда, мне есть чем в жизни занять, чем заниматься этим. Я лучше заплачу деньги специалисту, который как раз будет меня в курсе держать тех событий, и который будет заниматься, прикрывать тылы, как говорится. Вот. Дальше мы смотрим про престиж и признание. Такая штука. Про престиж и признание – это всегда выглядит следующим образом. Значит, престиж, что имеется в виду? Это вот как раз брендовая составляющая. Это покупка определенных брендов. Это некая эмоциональная составляющая, связанная с общественным мнением. Ну, например, я хочу не просто машину, я хочу крутую машину, потому что мне важно, потому что, чтобы про меня что-то сказали. Я хочу не просто украшение, я хочу, чтобы это было ювелирное украшение, потому что это понты. Вот по-другому это называется понты. Да, вот я там пыль в глаза пускаю. Но при этом это, кстати, может быть совершенно не понтовая вещь. Это может быть, знаете, как есть фраза, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Да, вот человек просто в голове у него такая штука. Я лучше куплю качественную брендовую, нежели я вот там… И она прослужит дольше, что тоже не всегда является правдой. Я думаю, что все это понимают уже теперь. Но, тем не менее, у кого-то вот такие схемы в голове у наших покупателей еще есть. А признание – это про сервис, это про качественное человеческое отношение во время совершения сделки. Здесь я имею в виду сделку – это либо покупка услуги, либо покупка продукта. Отсюда вывод. Для того, чтобы повышать прибыль и для того, чтобы повышать количество продаж, нам нужно ориентироваться вот на вот эти вот четыре составляющих. То есть в наших продуктах, услугах должно быть что-то, что бы позволяло где-то экономить, то есть там какая-то линейка, в которой это было бы гарантированно безопасно, надежно, при этом людям было бы комфортно, удобно. И, естественно, это должна быть какая-то… Если уж у вас нет престижа с точки зрения каких-то фенди-боберов, каких-то понтов, то хотя бы с точки зрения признания человеческого отношения к покупателю. Сразу хочу оговориться. Человеческое отношение – это не про любовь, это не про облизывание его с ног до головы, это не бесконечная застывшая в оскале улыбка, это про гибкость, которую продавец должен учиться применять по отношению к разному типу клиентов. С другой стороны, я хочу сказать такую штуку. Все очень сильно зависит от владельца и от его собственного мнения и желания. И самое главное – от его готовности работать с тем или иным клиентом. Был однажды у меня такой замечательный семинар, при котором владельца даже обиделась на меня в какой-то степени, потому что она сказала, что мы сопротивляющимися людьми, работать совершенно не хотим и не будем, потому что мы и так хороши и прекрасны, поэтому не хотите нас, да и не надо, вот примерно так. Не вопрос. Наверное, с точки зрения общего здравого смысла это прозвучало несколько странно. Я считаю, что все-таки бизнес – это деньги. Но с другой стороны, если это бьет по личным ценностям владельца, да ради бога, просто надо очевидно понимать, что кусок рынка отвалится, вот и все. Ну, правда. Я не тот человек, который будет сейчас воспитывать людей, что с ним делать. Вот, поэтому вы решаете для себя, на что вы готовы пойти, на что вы пойти не готовы. И это, кстати, тоже очень важно. И даже если вы не даете покупателю абсолютно весь спектр вот этих удовлетворения потребностей, которые я сейчас назвала, и вопрос – это ваш выбор, вы просто должны понимать тогда, каким образом вы этот, вот этот свой пакет услуг или там товаров каких-то, вы его позиционируете на рынке. Вот и все. Для чего я вам сейчас про это все говорю? Потому что от этого зависит, как будет дальше ваши продавцы работать с покупателем. Вот это, как ни крути, у нас психологическая составляющая огромная. И вот я вам сразу скажу, я когда 11 лет назад начала заниматься вот этими бизнесовыми вещами, то было тоже очень-очень сильно заряжено на вот эти вещи, на достижения, нам давай быстрее, все же очевидно, понятно, что делай вот так, будет прибыль. Ну, то есть вот такие вещи. Потом, поработав с разными компаниями, с разными людьми, я поняла, что вообще сильно все не так. И космические корабли, конечно, вещь классная и замечательная, но есть вот ситуации, при которых они 300 лет в обед никому не нужны. Но при этом у нас есть продавцы, которые должны уметь продавать то, что они должны уметь продавать, то есть, собственно, зачем мы их на работу взяли, либо это мы сами делаем. И нам надо понимать, что за люди вокруг нас, и как эти люди думают. Я думаю, что вы же понимаете, что сейчас народ очень напряженный. Напряженный с точки зрения цены, напряженный с точки зрения того, что его могут просто, там, страха, что его обманут, что он потратит деньги в никуда и так далее и тому подобное. Вот это вот сейчас очень сильно по базовой такой потребности человеческой под безопасностью ударило пандемию и все, что сейчас с экономикой происходит. Соответственно, нам под это тоже надо подстраиваться. Сейчас не очень просто. И, кстати, под это не обязательно подстраиваться снижением цен, как бы это странно ни звучало. Потому что, как я уже говорила, дешевое хорошим быть не может. Вот, потому что есть такое еще понятие отрицательная конкуренция, когда вы просто-напросто допингуете по ценам, потому что вам очень тяжело из этого будет подняться. Поэтому вот здесь вот такая гибкость должна быть в этом смысле. И мы с вами выходим на тему достаточно быстро, которая называется типология покупателя. Вот сейчас готовьтесь, я не знаю, записывать. Это будет долго. Смотрите. Дело в том, что в связи с тем, что я достаточно давно в этой всей истории работаю, я, конечно, там типологии покупателей на своем маленьком 11-летнем стаже перепробовала всякие разные. Несколько лет назад я нашла вот такую типологию, основанную на эмоциональном интеллекте. И в ней, соответственно, что мне в ней понравилось, и я просто вот ее как-то доразвила уже до другого понимания, может быть. Сейчас вот объясню, расскажу. Надеюсь, что она вам тоже зайдет. Чем она понравилась? Понравилась она тем, что типологию покупателя можно определить достаточно быстро. Потому что чаще всего нужно как-то вот что-то там глубоко в эти вещи все ходить. А на самом деле, ну, первое впечатление, те, кто не знает, я думаю, что все это знают, с каждого чайника, по крайней мере, про это звучит. У нас первое впечатление от встречи двух незнакомых людей, а если мы говорим про продажи, про психологию покупателя, то есть это все-таки face-to-face, то есть мы все-таки в личке это продаем, у нас формируется за 7-15 секунд, то есть от 7 до 15 секунд. По телефону у нас формируется до 5 секунд впечатление, потому что у нас используется голос, поэтому всех администраторов нужно натаскивать, все, кто разговаривает по телефону с нашими клиентами, надо натаскивать на доброжелательность. На доброжелательность и адекватность звука, как бы это странно ни звучало. И, соответственно, точно так же, если мы общаемся с нашими клиентами через WhatsApp, Direct и так далее, у нас должны быть вещи, которые мгновенно создают впечатление о компании. Рассказываю свою историю. Я тут решила посетить один салон красоты, пару месяцев назад, и мне его очень рекомендовали, то есть я его по рекомендации туда пошла, давненько там не была, ну вообще там не была ни разу давненько. Все записали, все замечательно, причем там у этой компании есть запись через интернет, все там красиво и так далее, но есть одна сложность. Они мне прислали напоминание о том, что у меня запись в казарменной форме. Ну, например, там была такая фраза, нельзя приходить раньше и опаздывать. А, не опаздывайте и не приходите раньше. Вот типа такой фразы. Не было ни одного слова такого триггера положительного не спасибо, не пожалуйста, не добрый день, там просто там здравствуйте, вы записаны тогда-то, там то-то-то, там не забудьте маску, по-моему, только маску. Короче, казарменное обращение. Я вам сразу скажу, вот честно, меня это отпугнуло мгновенно. Причем отпугнуло так, что я решила посмотреть отзывы в Тугизе, которые до этого я не смотрела, потому что мне порекомендовал человек, которому я доверяю. Насмотрелась там отзывов неприятных и стала бомбить администратора вопросы вот уточняющими вопросами, на что мне тоже толком никто ничего не ответил. Но дело в том, что я записала stories по этому поводу в Инстаграм и такая, ладно, сделаю из этого эксперимент. Когда я пришла, оказалось все совсем по-другому. Казались, в принципе, адекватные, ну, не слово, в принципе, они действительно адекватные девочки. Мастер вообще шикарная, так что я потом выходила к ней еще раз. Но вот это, представляете, насколько впечатление может отпугнуть вот такая деталь. Поэтому у вас сразу должно быть понимание. Мы, вот вам, я вам сейчас, почему про это рассказала, про свое впечатление, потому что это психология покупателя. Я сейчас иду платить деньги. Почему со мной так разговаривают? А теперь с вами посмотрим, почему именно я, ну, сейчас не про меня, конечно, речь, но я думаю, что вы про меня тоже будете где-то вспоминать эту штуку. Почему так, может быть, такая реакция у клиента, как у меня, например, а может и не быть, кстати. Это не обязательно, что все 100% наших клиентов таким образом отреагируют. Кстати, мне потом объяснили, я когда девчонкам пришла, рассказала мастеру, я говорю, вообще в курсе, что у вас вот такая фигня. Она смеялась очень долго, она сказала, говорит, слушайте, хорошо, что вы про это сказали. Я прямо была очень признательна, что они действительно поменяли этот текст после того, как я им про это сказала. Но она говорит, у нас этот текст остался после пандемии. Я говорю, слушайте, со временем пандемии год прошел. Ну, я имею в виду, что вот с локдауна, когда там, позже, когда все только начинало опять эти услуги оказываться, прошел почти год. Девочки, что-то же менять надо, ситуация меняется. Ну, примерно так. Итак, возвращаясь к типологии покупателей. У нас есть два параметра, по которым мы можем оценить человека. Эмоционально открытый или эмоционально закрытый, неуверенный в себе и уверенный в себе. Давайте посмотрим, кто, как, с чем едят. Эмоционально открытый человек, это человек, у которого на лице написаны все эмоции. То есть, если он рад, то у него на лице обозначается радость. Если он в гневе, то, естественно, мы это увидим. Эмоционально открытый, это не добрый. Вот у меня очень часто ребят на тренингах говорят, это добрый и ласковый. Да нифига не добрый и ласковый. Он точно так же может мочить всех с соответствующим выражением на лице. Эмоционально открытый, у которого понятно, что на лице нарисовал. Соответственно, эмоционально закрытый, у которого либо непонятно, либо эмоции очень стертые, то есть, ну, не очень ярко выраженные. Мы сейчас, конечно, то, о чем я вам сейчас буду говорить, это, конечно, крайности, но эти крайности помогают собрать такие некие паттерны поведения, вот я сейчас как психолог вам скажу, которых можно определить все-таки, кто перед нами сейчас находится. Соответственно, эмоционально закрытый, я уже сказала, что неуверенный в себе, каким образом выглядит неуверенный в себе человек. Если кому интересно, признаки неуверенности следующие. Человек, как правило, не смотрит в глаза, старается не контактировать никоим образом. Если это магазин, он старается не заметить администратора или консультанта, прошмыгнуть мимо, чтобы вообще его никто не трогал. Если мы к нему подходим, говорим, помочь, то, естественно, он старается, чтобы мы ему не помогали. Неуверенные в себе еще тихо говорят, может быть. Что еще неуверенные в себе люди? Они ходят, соответственно, таким образом, там у них закрытые позы. Вы понимаете, что ходят они не в закрытые позы, но совершенно спокойно могут вот там ручки на груди скрестить. Что еще делают закрытые, неуверенные в себе люди? Неуверенные в себе люди еще могут использовать уменьшительно-ласкательные слова. Например, там всякие заказики. Я к чему вам сейчас еще об этом говорю? Потому что это признаки неуверенности абсолютно всех людей. Если ваши продавцы, какую-то из этих фишек обладают, то значит, они покупателям сразу показывают, что они не очень уверены в себе. И для одних покупателей, например, добродушного, это будет неплохо, а, например, для звезд и для деловых такой продавец является плохим продавцом. И он, соответственно, начинаются какие-то сложности в коммуникации на фоне этого. Но давайте по порядку. Вот им. Соответственно, уверенный в себе человек, человек с прямой походкой, с четкой, понятной, громкой речью, ну, не обязательно прям сильно громкой, но такой четкой и понятной, этот человек, который смотрит в глаза, который, как правило, старается первым вступать в контакт и так далее и тому подобное. И в связи с этим, вот если мы развернем с вами эти два вектора, у нас получится четыре типа. Понятно, что это крайние типы, но я думаю, что вы поузнаете все-таки и клиентов своих, и самое главное, у меня сейчас к вам просьба, вы себя поузнавайте в этой истории. Я обязательно скажу, почему нужно еще себя в этой всей штуке поузнавать. Итак, начнем с моих любимых. Это звезды. Вот эту вот типологию, конечно, не я придумала, а название придумала я. Ну, вот мне так как-то проще. Для понимания вы, конечно, можете по-своему это сделать. Ну, вот так. Звезда. Звезда, естественно, это не крутой, известный человек, который является звездой, звездой, это, конечно, тот, который себя звездой считает. Давайте посмотрим. С вами вот следующий слайд. Я вот прям сделала. Портрет покупателя, как понять перед нами. Вот у нас есть три критерия, по которым у нас создается первое впечатление о человеке. Первое впечатление всегда создается на основании следующих критерий. Кстати, я этот слайд почему-то здесь не внесла. Сейчас остановлю демонстрацию и найду этот слайд. У меня просто есть в другом формате. Я вам его покажу. Так. Видимо, волшебное слово книгу. Просто вам сейчас разверну, покажу, чтобы у меня открылось. Вот. И вы увидите. Так. Демонстрация экрана. Ша-ша-ша. Ну, вот это достаточно известная штука, которая была маграбяна в свое время выведена. Это вот 55-38 на 7. Где 55% это внешний вид. То есть, вот за эти 7-15 секунд мы 55% времени, то есть, большую часть внимания определяем, большую часть внимания распределяем на внешний вид. Что у нас во внешний вид входит? Это голос. Ой, господи, простите. Это внешний вид, это мимика, это жесты и так далее и тому подобное. Соответственно, 38% у нас уходит на голос и 7% у нас уходит на содержание. Так. Ага. Установить демонстрацию. Надо что тут вот. Ну, я уже научилась это делать достаточно быстро. Да, вот. Смотрим. Я просто, чтобы вы посмотрели распределение процентное. То есть, в первую очередь, понятно, внешний вид, потом голос, потом текст, содержание разговора. Итак, внешний вид выражения лица, походка, жесты, направление взгляда. Голос, интонация, громкость, скорость, содержание разговора, ну, собственно, тот текст, который произносит. Вот давайте с вами посмотрим. Чего у нас там со звездами? Вот звезды. Как мы можем определить быстро, что перед нами находится звезда? Естественно, выражение лица понятное, довольное, недовольное, понятное. Походка стремительная, четкая, конкретная, вот человек прям идет, уверенно в себе он идет или несет так себя. Причем, это же не обязательно женщина, это и мужчина может быть совершенно спокойно. Жесты, как правило, достаточно широкие, человек с жестикуляцией не мучается, не обязательно они должны быть вот такие. Их может быть много, их может быть мало, они могут быть достаточно широкие, но тем не менее. Направление взгляда, в глаза человек смотрит сразу же, то есть он там видит цель, не видит препятствия. Какой голос у звезды? Интонация соответствует выражению лица, громкость, громкая достаточно, скорость, может быть, вполне как быстро, так и не быстро, четкость в речи. Содержание разговора, соответственно, в зависимости от настроения звезды. Либо он заходит со слов «Елки-палки, наконец-то я до вас добрался», либо со слов «Ну вот, хоть один администратор здесь в этом магазине наконец-то тут есть, а то там я 10 обошел до этого, никто, значит, на меня внимания не обращал. Либо «Ну наконец, ну вот что-то вот такое происходит». Либо прям препаратов подходит прямым, очень в этом смысле удобно работать со звездами. Допустим, если есть какой-то бейджик с именем, они прям прямым текстом говорят «Так, Артем, значит, пойдемте, мне нужна ваша помощь». То есть в этом смысле они пугают, потому что экспрессивны достаточно товарищи, потому что эмоций много, текста много, громкость такая и так далее. С другой стороны, с этими людьми работать очень просто на самом деле, если понимать, что им нужно. А вот теперь давайте посмотрим, что нужно звезде. Я не стала сильно расписывать именно по звезде и так далее, но мы сейчас с вами это разберем. Что нужно звезде? А звезда у нас уверенный в себе, эмоционально открытый человек. Что хочет звезда от общения с продавцом? Вот что хочет? Как вы думаете? Господи, хоть вот, блин, трудно так, когда коммуникации никакой. Нет. Давайте хоть, я не знаю, хоть голосом что-нибудь скажите мне, пожалуйста. Вот. Звезда хочет, продолжаю, потому что, видимо, не докричусь. Звезда хочет от обращения с продавцом, соответственно, внимание, максимальное количество, чтобы он ему его оказал. И это не обязательно, что его надо облизывать. Но это обязательно на него нужно обратить, его нужно заметить, с ним нужно поздороваться, нужно терпеливо ответить на его вопросы, нужно каким-то образом вот завоевать его доверие, готовность быть рядом с ним, потому что ему очень важно, что он важен. а у нас в нашей российской ментальности, что ты понтуешься, будем мы перед тобой еще бисер тут метать. И начинаются вот эти вот замечательные психологические коллизии, связанные с чувством уязвленного самолюбия, собственного достоинства. Елки-палки, вы работу пришли работать, или вам важно, я вот эту вот козу обслуживать не буду, как мне девочка однажды сказала. Ты что сюда пришла вообще работать, вот сейчас, простите, меня занесло. Вот. И так далее. Хотя, может быть, коза действительно коза. Как можно завоевать доверие у звезды? У звезды завоевать доверие через внимание, через готовность, через комплименты. Естественно, недавно у меня семинар был с риэлторами, они такие, а я комплименты вообще не люблю. Я говорю, да ради бога, вы можете не любить все что угодно, это не значит, что другому человеку они не нравятся. А мне кажется, что комплименты связаны с, у нас просто была тема, когда мы делили комплименты, связанные не с внешностью, а с внешним видом и с содержанием человека. Вот. А комплименты связаны не с внешностью, там, не вы красивые или не вы хорошо выглядите, это опасно. А, например, когда звезды чаще всего люди, которые готовы привлекать к себе внимание, в том числе и внешне. То есть они, например, могут носить крупные аксессуары или очень стильно одеваться, или наоборот, это безобразно. Вот. Поэтому там заметить какие-то вещи, например, которые у него там, ой, у вас такие серьги красивые. Ну, это человек надевал это, чтобы это заметили, и вы это заметили. Это уже про доверие, про контакт. И вторая вещь, конечно, связанная с личностью человека. Понятно, что мы глубоко человека там за пять минут не узнаем. Ну, например, какой вы внимательный, там, как вы хорошо разбираетесь в этих вопросах, ой, так приятно работать с покупателем, который в теме. Вот такие очень маленькие комплиментики помогают вызвать доверие, что вы его заметили. И, кстати, очень часто конфликтные ситуации со звездами бывают в разных магазинах и в сфере обслуживания именно потому, что он, причем они ходят, мозг выносят и не уходят в другую компанию, потому что они все пытаются добиться. Заметьте меня, пожалуйста. Я существую. Я вам как психолог это скажу. Это одна из важных базовых вещей человеческой психики. Ну, возвращаемся к продажам. Как начать общаться? Ну, конечно, не дорожку красную расстилать и не в пояс кланяться, но заметьте, вот, понимаете, поэтому, например, всегда всем продавцам, там, в кафе, официантам, вообще всем, кто с этим работает, если это не онлайн история, а прям в личку, пожалуйста, заходит к вам человек, хотя бы глаза на него поднимите и кивните, заметьте его. Все люди адекватные. Он же понимает, что вы сейчас с человеком работаете, не бросите все и к нему не побежите. Но если вы уже увидели его, заметили, хотя бы кивнули, он уже понимает, что вы его видите. А у нас очень часто, и я занят вот это, я как сейчас помню, в Евросети, это было там год четыре назад, подхожу к мальчику, сидит, какую-то бумажку пишет. Я говорю, можно спросить? Я занят. Ну, спасибо, что ты мне это сказал. Ну, иди лесом, я пойду телефон куплю в другом месте. Вы понимаете, что там Евросети от моих 20 тысяч не объединили. Как с твоими процентами твои проблемы. Примерно вот такая история. Что от него ждать в неприятной ситуации? От него в неприятной ситуации от звезды можно ждать следующее. Урагана. Потому что эмоций много, человек эмоциональный, уверенный в себе, он будет вам угрожать, он будет вам там... Но при этом звезды готовы очень быстро остывать. Вот. У нас сегодня нет темы работать с возражениями. Это можно сделать отдельной историей, как работать в конфликтной ситуации и возражениях. Поэтому я вам тут сейчас пока рецептов на этот счет не надаю. Вот. Тем не менее, несмотря на его громкость, вот эта вот ураганность, вот эти все вещи, гасятся совершенно спокойно звезда в хорошем смысле слова тем, что вы готовы, вы внимательны, вы заботливы. Вот и все. Все очень просто в этом смысле. Идем дальше. И дальше у нас... Вернее, идем назад. Дальше давайте посмотрим на деловой тип. А деловым типом на самом деле все продавцы считают, с кем я работала, деловой тип самым классным покупателем. Есть у делового типа одна сложность. Во-первых, она связана с тем, что чаще всего продавцы... Я даже знаю, почему продавцы очень любят деловой тип, потому что они не продают ему в этот момент, потому что это человек, который приходит покупать сам. Это вот большая разница. Продает продавец или он товар отпускает. Итак, как мы поймем, что перед нами деловой тип? Выражение лица у него нейтральное достаточно, спокойное. Он, кстати, может быть абсолютно в хорошем настроении, но просто нет вот этого дикого восторга на лице. Тоже очень четкая, ровная, прямая достаточно походка. Человек знает, знает, вот звезда не особо знает, что он хочет. Она может поменять мнение в процессе общения. А, например, деловой чаще всего мнение не поменяет, потому что они очень часто приходят подготовленные, и даже если они не знают про какой-то товар, они приходят с конкретными вопросами про этот товар, и у них есть такая тактика. Они сначала пойдут, посмотрят везде, где много, соберут информацию, потом сделают выводы. Люди такие вот, уверенные в себе, эмоционально закрытые. Смотрят они тоже в глаза, потому что уверенные в себе, они готовы тоже здороваться. Им, в отличие от звезд, вообще не надо их облизывать никоим образом, ни в каком месте. Они совершенно спокойно реагируют на отсутствие какого-то там такого специального к себе отношения, но довести их можно невыполнением обязательств. Совершенно спокойно они тоже могут вообще много чего сделать. Голос, интонация, громкость, громкость средняя, скорость обычная, интонация соответствует ситуации. То есть тут все очень понятно и спокойно. Содержание разговора исключительно по делу. Отсюда вывод, что от нас хочет, что хочет от общения с продавцом, покупатель, деловой. Он хочет четкости, скорости и экспертности. То есть он хочет понимать, что человек, с которым мы сейчас разговариваем, понимает то, что он продает и что он делает. Понимаете, какая вещь? Поэтому, например, деловому, с деловым не очень удобно работать новичкам. Они немножко их боятся, отсюда вывод, что базовая вещь, прежде чем продавать что-либо, надо сначала знать, что ты продаешь. Ну, это такая очевидная вещь, поэтому, уж простите, что я про это сказала, но тем не менее. Как можно завоевать доверие человека? Вот то, чем я сказала. Готовностью быстро, качественно, экспертно. Даже если что-то вы не знаете, вы говорите, подождите, пожалуйста, минуту, я сейчас быстро все уточню и все приду, вам расскажу или позову специалиста. Они благодарны за то, что вы экономите их время. Как начать с ними общаться? Они сами чаще всего вступают в контакт и почему любят продавцы еще? Потому что они приходят, значит, говорят. Причем это что женщины, что мужчины. совершенно неважно. Мне приходят и говорят, значит, так, мне нужен спортивный костюм такого-то размера, такого-то цвета, такого-то качества. Где-то вот уложиться мне надо в такую-то сумму. То есть они очень быстро обозначают эти вещи. Им сложно сделать до продажи, потому что они, как правило, понимают, но предлагать в любом случае им надо, потому что они могли просто не подумать в силу того, что они люди. Вот и все. Что ожидать от делового в неприятной ситуации? Да ничего не ожидать. Они чаще всего нет времени с этим разбираться, их реально надо выводить для того, чтобы они устроили какую-то разборку. Причем они это делают не ярко, не эмоционально. Они действительно способны написать что-то, довести дело до ума и чаще всего, если они уж начинают в эту войну вступать, то они юридически подкованы. Если у вас есть косяки, то вам хана в деревне. Вот и все. Потому что они там иначе разводить это дело не будут. Это про делового. Поэтому здесь сложность только в том, что ему что-то дополнительно продать сложно. Но при этом, если продавец, эксперт в своем вопросе, он владеет терминологией в частности, то есть он как-то завоевывает доверие через эти моменты, то, конечно, этот продавец способен и деловому продать то, что он изначально не планировал. Просто в силу того, что он лучше знает. Вот и все. Идем дальше. У нас третий. Третий товарищ под названием Робкий. Я его так назвала Робкий. Потому что неуверенный в себе и эмоционально закрытый, но Робкий, у меня очень часто продавцы начинают Робку описывать как человека с каким-то психологическим, психическим заболеванием. Слушайте, нормальные все люди на самом деле. Есть, конечно, всегда в перечне наших клиентов, и у меня такие есть, персонажи, которые ты смотришь на него и не понимаешь вообще, что происходит. Но вы же понимаете, что это очень достаточно редко происходит. Хотя все зависит от специфики, кто что продает. Я неадекватных предпринимателей одного только знаю. знала давно с кем я работаю. Итак, портрет покупателя, как понять, кто перед нами. Давайте. С точки зрения внешнего вида выражения лица походки и жестов, направления взглядов Робки демонстрирует полностью неуверенное поведение. Он старается в глаза не смотреть, он старается не здороваться, он всяческими путями пытается свалить подальше от консультанта, администратора, от кого угодно, если мы сейчас про магазин говорим. Соответственно, он не готов отвечать на вопросы, вообще практически не готов отвечать на вопросы, и он, например, может ответить так, расскажите про все или скажите там про это. Ну, то есть, вот ему личный вопрос задавать вообще бессмысленно. Например, есть такой один из личных вопросов, который используется в продаже при выявлении потребностей, это, например, с какой целью? Ну, такая универсальная достаточно вопрос, но, конечно, там чистка ковров с какой целью, ну, немножко другая история. Ну, тем не менее, в продажах он именно часто используется. Вот, поэтому, например, Руровкому не надо задавать этот вопрос, он на него не готов ответить. У него очень важно вызвать у него действительно доверие, чтобы он понимал, что с вами можно, что вы ничего не впихиваете, да, и со всеми вытекающими. Ну, сейчас мы про это поговорим. Голос, интонация, интонация у него, как правило, такая стертая эмоционально, то есть она не очень так ярко выражена. Громкость снижена, скорость может быть тоже снижена, может быть, стать очень быстро. Содержание разговора, ну, ощущение, что не очень понятно, что он хочет этот человек. Он вроде пришел, прошмыгнул, что-то там шарится, а чего кого и так далее. Иногда, когда они звонят по телефону и встречают такого достаточно доброжелательного, активного администратора, они тоже теряются и не знают, что ответить. Вот как-то так. И здесь вот очень важно помочь такому человеку вообще сказать, что он хочет. Я понимаю, что странно звучит, но вот так бывает. Что хочет от общения с продавцом? Он хочет от него максимально понимать, что тот за него. Что он не впихивает, не впаривает ничего. Что он действительно хочет помочь решить проблему. Все. Как можно завоевать доверие? Не наезжать, не напрягать, не лезть в личку, не активничать. Ну, например, если при, допустим, появлении какого-то другого типа достаточно логичный, понятный вопрос, чем я могу вам помочь или чем я могу быть вам полезен, то для робкого этот вопрос непонятный, не надо его задавать. Вот. Для робких используется, как начать общение с робким? Вбросы. Что такое вброс? Когда человек устанавливается у витрины, вы мимо проходя, не подходя, не дай бог, рядом. Это вот в первые несколько минут вообще нельзя делать. Пусть он осмотрится сначала, а потом, когда вы увидите, что он прям стоит, что-то разглядывая, мимо проходя, можете сказать, а еще у нас есть, или а у нас акция, а у нас скидка, это новинка, что-нибудь вбросьте туда. Все. Начал в контакт вступать, окей, вы победили, не начал, следим, дальше смотрим. Ну не следим прям, ну вы поняли, короче, что я имела в виду. Что от него ждать в неприятной ситуации? От него в неприятной ситуации можно ждать всего, что угодно. То есть этот человек может просто неожиданно в середине разговора уйти, вы не очень поймете, ну это прям вот такая, как сказать, критичная крайность. Либо наоборот, может на вас как-то вот нервничать, как-то среагировать. Да, это такая защитная реакция, потому что на самом деле, если мы с вами посмотрим на эту типологию с психологической точки зрения, он у вас просто боится. Боится, а почему боится, это мы чуть позже с вами выясним. Ну и последний тип, так, у нас время есть еще, я надеюсь, да, и последний тип у нас покупателя, это добродушный, вот неуверенный в себе, эмоционально открытый. Значит, смотрим, как он выглядит, этот товарищ. Выражение лица чаще всего доброжелательное, видно, что он, да, такой довольный, люди действительно, к сожалению, часто бывают в хорошем настроении. Походка спокойная, да, жесты плавные, не очень широкие, чтобы никого не напугать, никому не повредить, вот как-то вот, вот как-то вот все рядышком, вот так вот все мягонько достаточно, направление взгляда, в глаза, конечно, смотрят, не пугаются, но не пристально, то есть это вот не будет звезда, которая будет там, что-то такое. Интонация мягкая, громкость голоса снижена, то есть вот, чтобы никому не мешать, соответственно, скорость такая же, чтобы вы его понимали, содержание разговора, может быть, какое угодно, начиная от товара, заканчивая рассказом о своей личной жизни. Чем хороши добродушные? Они хороши тем, что они теплые, их тоже очень любят продавцы. Не очень хороши добродушные, что они не всегда готовы действительно покупать, потому что они очень часто приходят, но если у вас не специфический товар, по которому просто нельзя, к вам просто поболтать не зайдешь, то есть понятно, что ты зачем-то зайдешь. А если это такая магазинная история, то иногда они просто приходят разговаривать. И, соответственно, если мы посмотрим по среднему чеку, чаще всего эти люди чек делают средний, ну, и средний иногда не делают. Но это не значит, что они покупают. Что хочет от общения с продавцом данный покупатель? Он, естественно, хочет общения. И вообще он хочет понравиться продавцу. Поэтому он там с ним разговаривает, он пытается его в полуконфликтной ситуации защитить, поддержать. Он говорит, нет, нет, я подожду. Вот такой человек. Чудесная душечка такая, замечательная. Как можно завоевать его доверие? Его доверие завоевывать не надо. Это он хочет завоевать вас, поэтому он чаще всего вам задает вопросы, вам рассказывает про жизнь. Короче говоря, он его забалтывает и отвлекает. Вот что самое главное. Ну, естественно, мы же не можем сказать, так, мужчина, вы чего сюда пришли вообще? Поэтому наша задача очень мягко переводить его, зачем он пришел, а как это связано, и делать это. Я однажды, вообще, когда с магазинами именно работаю, у меня есть такое правило, прежде чем делать какой-то тренинг, я всегда хожу в магазин в качестве покупателя, клиента. Вот, я просто хожу, смотрю, как девочки общаются, какие-то есть моменты. Вот, я прям очень рада, что за 11 лет я этим занимаюсь, на рынке я 11 минус 2, 9 лет, да? Вот, 9 лет я на рынке. Вот, за эти 9 лет я очень много таких магазинов обошла, которые сейчас еще есть, которых уже нет, и очень рада, что выросла прям сильно качество. Вот. И, естественно, однажды я также пошла в магазин женской одежды смотреть на девочку, как она... Я играла добродушного такого товарища, потому что я, наверное, сама такая. Меня она очень лихо переводила на то, зачем я пришла, не давала растекаться мыслью по древу, потому что я уже начала рассказывать что-то про семью. Ну, короче, вот, 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 добродушные, они любят такие вещи, там рассказывают, пообщаться, пообщаться. Вот. И это было очень красиво сделано, то есть она как-то раз и перевела, раз и перевела, и это там не обидно было, перевела она чем? Она задавала вопросы, она как-то, ну, там, да-да, вот она меня слушает, и в то же время говорит, а вот этот цвет давайте посмотрим. Вот. Очень было качественно, я прямо на респект и уважу. Значит, мы завоевываем доверие через готовность, конечно, слушать, вот, и, конечно, умением все-таки переводить человека в нужное нам русло. Итак, как с ним начать общаться? Он сам с вами начнет общаться, да, ваша задача его зеркалить, потому что добродушные, они нам создают очень хорошее сарафанное радио, причем эмоциональное сарафанное радио. И нам это важно. Поэтому, например, вот есть, как добродушных еще, например, в магазинах видно, а они говорят, ой, у вас так красиво! Вот, блин, я столько раз это видела, когда вы, кто-то заходит, такие вещи делает, комплименты продавцу или комплимент магазина, продавец как стоял с пустыми глазами, так и стоит. Или однажды у меня в ресторане такая была история, я говорю, передайте повару очень вкусный суп. Он такая, м-м-м. Ну, то есть, как-то зеркалить надо, говорит, спасибо вам большое, что обратили внимание, что заметили и так далее. Вот я говорю вам на самом деле банальные, очевидные вещи. Но, к сожалению, это как встречалось, так и встречается. Чтобы не сложилось впечатление, я прекрасно понимаю, что кому-то я сейчас Америку не открою вообще ни в одном месте. Что от него ждать в неприятной ситуации? В неприятной ситуации от него можно ничего не ждать. Он из неприятных ситуаций старается уходить сам, потому что не очень способен неуверенный в себе человек разруливать как-то эти ситуации. Ну, он очень благодарен, если ему помогают разруливать эту ситуацию. Соответственно, сарафан вырастает, становится больше. Ну, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Идея, думаю, понятна. Возвращаемся к типологии. И здесь мне всегда очень важно, чтобы мы с вами поговорили на такую вещь, как то, что с одной стороны это может быть тип покупателя, с другой стороны это может быть тип поведения человека в данный конкретный момент, в данной конкретной ситуации. Но отсюда тактика сильно не меняется. Здесь просто нужно наблюдать за тем, как покупатель вообще дальнейшим образом реагирует при дальнейшем контакте. Давайте с вами просто порассуждаем на тему, как мы сами себя ведем и проявляем какие-то такие черты из каждой из типологий. Как правило, если мы ходим в одно и то же место или пользуемся услугами одной и той же компании, общаемся с одним и тем же администратором, нас уже знают, мы постоянные клиенты, мы иногда начинаем вести себя как звезда. То есть мы ждем, что к нам будут более внимательны, мы ждем, что нас узнают и так далее и тому подобное. Обязательно, конечно, пинком дверь открывать, все-таки мы про адекватные вещи. Хотя, конечно, бывает, что и зашкаливает. Вот такие звездные вещи уже начинают происходить. Как мне одна рассказывала, клиентка, который ходил все время в один и тот же ресторан, ее знали абсолютно все официанты, все. Вот они там, здрасте уже, как свое родное. И, значит, она какое-то время не ходила, потом она туда пришла, и там поменялся состав. И, конечно, она прямо рассказывала про то, как ее возмутило, что все-таки что-то такое вообще случилось, что ее не узнают. Вот. Когда у нас нет времени, когда у нас есть конкретная задача конкретной покупки, когда все конкретно максимально, мы включаем делового и говорим, так, девочки, давайте побыстрее, да, вот тут сейчас времени нет, там, ребят, давайте, сориентируйтесь быстро. Если мы не знаем, чего покупать, там, не знаем каких-то условий, покупка достаточно дорогая, со всеми вытекающими последствиями, то, конечно, мы тоже робкого можем включить, потому что у нас есть страх, что нас сейчас обманут. Вот и все. Вот эта вот логика робкого человека, страх, что обманут, либо где-то уже был когда-то обманут, поэтому уже недоверие такое на всех абсолютно распространяющиеся, либо, ну, действительно, вот такой тип человека, который не очень в коммуникацию хорошо вступает. Соответственно, добродушный. Когда мы добродушные, ходим с вами и ведем себя как добродушные, когда все хорошо, все нормально, там, не знаю, денег только что заработали, как-то вот настроение хорошее, хочется как-то вот расслабиться, вот тогда мы там хотим общаться, тянет нас на поговорить. Понятно, что у каждого в своих проявлениях, понятно, что у каждого в своих таких, скажем так, по своей шкале, да, там, не все там яркие, эмоциональные, не все прям такие вот, которые закрыты, абсолютно ничего не выражают. Мы все очень разные с вами любим. Но у вас есть как минимум, у ваших продавцов, и у вас есть четыре тактики, как заходить к каждому из этих товарищей. Если мы с вами, кстати, вернемся вот в эту типологию скрытых потребностей, то мы можем с вами еще и проследить, какие потребности в целом важны тому или иному типу. Понятно, что сильно зависит от того, кто что продает и так далее, но тем не менее, на уровне психологических моментов, то, конечно, престиж и признание важнее звезде. Почему важнее? Потому что внимание человек требует, да, доход, экономия, но здесь вот не берем доход, экономия, а именно выгоду, важнее деловому, потому что, например, именно деловому важно объяснять, почему это так сможет стоить, если это дорого, почему это стоит именно так. Есть такое замечательное возражение, расскажу вам все-таки про возражение, которое встречают, которое мы достаточно часто встречаем, это важнее, что так дорого, вот очень часто встречают. Это, во-первых, возражение, которое демонстрирует заинтересованность. Мне интересен ваш продукт, единственное, что меня смущает, либо дорого, объективно, потому что у меня нет столько денег, и я не очень понимаю, почему это так стоит, либо дорого, потому что баба-яга против, я не могу просто так большие деньги отдать. Ну вот, вот такие мы люди сложно сочиненные. Отсюда выложить, что доход экономии, это просто вот тем же деловым мы можем сказать, так, подождите, давайте я вам расскажу, из чего состоит эта стоимость, ну, в зависимости от того, что вы продаете. Там, престиж, признание, когда мы говорим, допустим, звезде, слушайте, ну, у нас мысленнее было вам ничего дешевле предложить такому человеку, да, типа такого. Вот, то есть, это опять же, отработка дорого. Соответственно, комфорт, удобство, кому важно? Конечно, комфорт, удобство, важно добродушному, потому что ему хочется, чтобы хочется нравиться, хочется общаться с удовольствием, чтобы тоже на него внимание обратили, он же эмоционально открытый товарищ, да, и так далее. Поэтому мы ему создаем именно психологический комфорт, удобство, что мы его видим, обращаем, мы здороваемся, там, спушим, там, как-то зеркалим его, да, помогаем ему определиться, чтобы он мыслью под древо не растекался. Они, кстати, очень иногда, когда действительно их переводят на товар, они такие, ой, хорошо, что напомнили, да, то есть они там сами себя заболтали и немножко забыли какие-то вещи. Там, например, когда у нас возникает возражение дорого про комфорт, удобство, мы, собственно, про это и говорим. Говорим, смотрите, окей, не вопрос, да, действительно, цена достаточно серьезная, понимаю, что хотели бы сэкономить, при этом вы получаете такие дополнительные плюшки. Доставка у нас бесплатна, ну, условно говоря. Ну, и робким, конечно, важна безопасность и надежность. Причем безопасность больше эмоциональная, поэтому мы его с первых минут не тыркаем, не дергаем, то есть мы ему демонстрируем, что мы за тебя, то есть мы не за магазин и не за прибыль, мы в первую очередь за тебя. Вот купишь, тогда, конечно, и за магазин за прибыль и так далее. Вот это такое психологическое, так сказать, подложка под это все. Вот. Это вот, что касаемо наших товарищей. И что я еще хотела бы сказать именно про типологию, это то, что очень важно самому продавцу понимать, а он какой. Потому что все равно, как ни крути, из нас сущность наша выходит. Да, вот эмоциональная открытость и эмоциональная закрытость по большому счету это врожденно воспитанные вещи психологически. То есть есть люди экстраверты, есть люди интроверты, есть люди, которые действительно, вот они такие, тип нервной системы, да, в том числе такой. Плюс там в детстве поддерживалась экстравертированность, естественно, человек стал более ярким. Уверенность, неуверенность в себе, воспитуемая штука, хотя очень в глубоком детстве закладывается, но сейчас не буду там лекцию по психологии читать, но тем не менее нам уверенность чаще всего воспитывается, особенно когда человек становится взрослее, все равно он старше, все равно становится более уверенным в себе, чем молодой, в частности. Вот, иногда сильно уверенный в себе молодой тоже вызывает негативную больше реакцию, чем позитивную. Поэтому вот это такая регулируемая штука, да, ну вот давайте посмотрим, например, как себя будет чувствовать робкий покупатель со звездой продавцов. Там он его задушит просто-напросто своей эмоциональностью, энергией и так далее, он от него сбежит. А как себя будет чувствовать звезда рядом с робким продавцом? Да ему скучно, грустно и некому руку подать. Он говорит, слушайте, уберите, пожалуйста, это, вот я помню, даму одну в зале, которая говорила, слушайте, это что такое вообще? Есть кто-нибудь, кто может мне помочь? А ну, вообще не стесняясь, говорят такие вещи, да? Или, например, как себя будет чувствовать добродушно рядом с деловым? Да скучно ему будет, грустно и печально, потому что добродушный про любовь, а деловой про деньги. Понимаете? А как будет деловому с добродушным? Да он, слушайте, захватит болтать уже, давай по делу больше. Понятно, да, о чем идет речь? Поэтому, если мы с вами говорим про навыки продавца, про умения продавца, это гибкость коммуникативная, вот это первый навык, который нужно отсматривать или учить этому. Поэтому я всем всегда рекомендую, никто, правда, не делает. Вот, курсы актерского мастерства продавца очень и очень полезны. Это умение играть в разных ролях, да? Со звездой, звезду, со звездой, кстати, звезду играть нельзя. Я имею в виду со звездой подстраиваться. Со звездой, звездой играть нельзя, потому что две звезды на одной территории не уживают. Ну, невозможно. Люди, которые хотят внимания в одинаковом объеме, они, невозможно. Вот, там, с деловым по-своему, с робким по-своему, с добродушным по-своему. Вот это вот умение именно такое. За что за эти качества деньги платят продавцам в идеале. Вот. Поэтому там, если ты звезда, понятно, что надо отъехать максимально к робкому и так далее. При этом, конечно же, у нас в чистом виде, вот прям таких ярко выраженных, бывают люди, но их не так много. И поэтому бывает сочетание. Бывают добродушные звезды. Вот они сначала начинают вести себя как звезды, а потом становятся душками. Или начинают вести себя как душки, а если вы на них внимание не обращаете, они вам врубят звезду. У нас бывают деловые звезды. Это когда, это тяжелая артиллерия, потому что, если они начнут с вами в скандале, то она вам придет, потому что мало того, что эмоций достаточно много, они еще и чаще всего подкованы, товарищи. Вот. Они могут проявляться в следующем. То есть ведут себя как звезды, но при этом очень четко разговаривают по делу, знают, чего хотят. Или не очень высокоэмоциональные, такие вот, не сильно проявляющие себе эмоциональность, но при этом с какими-то там, с ожиданием особого отношения к себе. Вот. Бывают робкие деловые. С ними не очень просто. Ну, там, допустим, они действительно говорят все, что они хотят, но они не очень идут на контакт. То есть такую робость в этом проявляют. Бывают робко-деловые, которые там сначала смотрят, стоит ли вам доверять или нет, а потом очень так по делу начинают общаться. Естественно, и бывают добродушно-робкие. То есть, если их разговорить, доверие вызвать, то они потом становятся добродушными. Много, конечно, они не начинают после этого болтать, но как-то становится мягче и теплее. Ну и, соответственно, если добродушного придушить, да, не обратить на него внимания, он может и в робкого свалиться. Вот. То есть, вот какая-то такая история. Добродушных деловых и робких звезд не бывает. Вот. Ну, это вот прям совсем противоположности. Это уже такие клинические какие-то вещи и так далее. Вот. Поэтому, ну, вот, соответственно, то есть, опять же, разговаривая с этим покупателем и общаясь с ним, например, начиная как звезды, мы можем потом проследить, в какую сторону он дальше уходит. И очень часто, кстати, со звездами достаточно часто это бывает, когда они потом очень в добродушный выходят. Да, потому что вот человек, знаете, как, лучшая защита это нападение, то есть, он сразу начинает какие-то такие вещи, потом понимает, что, в принципе, все в порядке, все хорошо, его заметили, и потом становится мягкой такой дужкой, дружит с вами, и говорит вам все. Ну, вот, правда, если вы начнете косячить, он вам тоже скажет все, что про вас думает. Вот это касаемо вот этой типологии. Что бы я вам еще хотела сказать? Вот вам портрет продавца. Портрет продавца этого человека, которого идеально мы видим. Я понимаю, что у нас сейчас с вами и кадровый голод, много чего у нас интересного происходит. Но это те вещи, которым надо учить продавцов. Вот чтобы огород не городить, на самом деле, не обязательно какие-то там шибенные курсы проходить, для того, чтобы понять элементарные вещи. Портрет продавца следующий. Что конкретный продавец хочет от общения с покупателем? Вот он должен понимать, что это не только вопрос прибыли, что это вопрос коммуникации, что это вопрос понравиться, что это вопрос эффективности. Нам нравится-то надо не для души, не только для души, а нравится нам надо, потому что ёлки, это приводит нас к прибыли, это сервис наш улучшает. Вот и всё. Когда мы внимательно слушаем, а ещё и хорошо слышим, что нам человек говорит. И иногда смотришь так в зале, подходит покупатель и говорит, слушайте, мне вот это, вот это, вот это, он идёт и говорит, вот это. Подождите, вы меня не слышали, что я вообще про другое? Второй вопрос, портрет продавца. Люди ли ему доверяют, владеет ли он способностью вызвать доверие? Потому что очень часто на тренингах с продавцами мне все говорят, научите работать с возражением. Подождите, научить работать с возражением надо на начальном этапе, на этапе установления контакта. Вот здесь закладываются потенциальные возражения и конфликтные ситуации. Не обратили внимания, не заметили, не услышали, не спросили, то не сделали, это не сделали. Я всё время привожу пример с этой коляской, которую мы продавали, там забешеная, ну она действительно дорогая коляска. Всё рассказали, всё показали, всё сделали, замечательно, понравилось. Берёт покупатель, мужчина приходил и говорит, всё замечательно, она трансформирована, ну короче, она какая-то там очень крутая. А потом в конце возникает вопрос, а у вас другого цвета есть? И выяснилось, что оказывается краеугольный камень это цвет. Человек мы потеряли. всё. Да, вот какие-то вот эти вещи, которые нужно подготавливать, потому что вот срезаться можно на вот такой фигне. Как общается продавец с незнакомыми людьми? Вот я вам прямым текстом задам вопрос, продавцы у вас шарахаются от людей или не шарахаются? С лёгкостью идут в контакт или не с лёгкостью? Самое интересное, что этому можно научить. У меня целый тренинг, двудневный тренинг уверенности в себе. Не уверенности в себе, а уверенного поведения, позиционирования. Как разговаривать, куда смотреть, что делать. Это тренируемый навык. Тренируемый, поверьте мне. Потому что я сама образца 15 лет назад, и я сейчас, это прям сильно две больших разницы, я вам честно скажу. Спасибо большой школе, которая мне, корпоративному обучению, которая мне просто из меня вот лепила, по большому счёту, другого человека. Как может конкретный продавец разрулить неприятную ситуацию? Ну, тут, если есть страх общения с незнакомыми людьми, конечно, никак он не может разрулить неприятную ситуацию. Тут страшно, а тут ещё страшнее. Соответственно, тогда мы даём техники, и инструменты для того, чтобы человек это делал, умел это делать. Вот о чём идёт речь. По-моему, это был последний слайд. А! Нет, не последний, это книжка моя. Друзья, есть книжка, которая продаётся в компании Аяр, которая бывший бичик. Она, кстати, у меня её можно купить. Вот. Я её, собственно, тоже покупаю в компании и продаю, если надо. Вот. Называется она «Продажа с любовью». Она очень тоненькая, аккуратненькая, маленькая. И если вы хотите сами обучать свой персонал, пожалуйста, покупайте эту книжку и сами это делайте. Там написано абсолютно всё с упражнениями, с вопросами, с заданиями. Так что вы это можете сделать самостоятельно. Я её писала именно в помощь для предпринимателей, особенно нашей республики, для того, чтобы люди, которые не могут себе тренеров заказать, совершенно спокойно могли самостоятельно это делать. Там вся концепция, философия, фразы, вопросы, примеры, всё, что я знала, про это я рассказала. Поэтому это последний штрих. Я хотела положить рядом с собой, продемонстрировать. И как всегда забыла, но я уже за ней не побегу, она у меня там в отдельной полочке в коробке лежит. Вот. По этому поводу. Ну что, друзья, скажите, пожалуйста, хоть какой-то контакт вообще. Вы выйдите на связь каким-то образом? Я тут сама с собой пообщалась в течение почти полутора часов. Время у нас ещё есть. Может быть, я могу поотвечать на какие-то вопросы, если вы хотите. На самом деле, из моего опыта работы с компаниями по продажам я вам скажу следующее. Это вот лично свой опыт я вам рассказываю. Можете, ни в коем случае не транслируя себя как гуру, но точно не имеет смысл обучать сотрудников, если у вас не на что это положить. Вот просто я столько раз воевала с разными компаниями по этому поводу. Если у вас нет стандартов работы, если у вас нет алгоритмов действий, если у вас нет каких-то конкретных требований, я сейчас не про бюрократию, что надо там кучу бумаг написать. Вообще не надо никаких куч. Надо всё исключительно, у нас сейчас время такое, слава богу, когда можно делать всё очень кратко, чётко, понятно и ёмко. Самое главное, чтобы было понятно. Спасибо большое. Вот. И если всё это использовать, welcome, берите и пользуйтесь. Вот. Сейчас вот такое время. Я вам сразу искренне скажу, что я эту книжку писал, потому что я устала бороться с ветряными мельницами. Я эти тренинги продаю, продаю, провожу, провожу, по продажам провожу, провожу, они ни на что не ложатся. Я вот решила, что я напишу книжку, отдам её предпринимателям, они большинство способны совершенно спокойно сами всё это делать. Бизнес-тренер нужен только так, для встряски. Иногда меня зовут, есть компания, с которой я каждый месяц к ней прихожу, на два часа, меня всегда просят в начале месяца, что это мотивационные мероприятия. То есть, я по делу что-то рассказываю, но их заряжаю на выполнение плана. Вот. такой формат, тоже возможно. Вот. Поэтому берите, где можно приобрести книжку. Анастасия, можно приобрести в компании Аяр и в Горпечати. Насколько я знаю, вот есть ларёк на кинотеатре центральном, буквально последнюю книжку при мне моя клиентка купила, я ей там подписывала прям в это, у нас встреча была. Были они в Доме профсоюзов на первом этаже, налево. Вот. Это Бичиковские бывшие, просто сейчас Бичик, Аяром, кто не знает, называется, о них рыбанинка случилась. Вот. Видела точно в Элиннере, там тоже маленький ларёчек был. Достаточно, там очень много, где она продаётся. Стоит она, по-моему, 321, что ли, или 300, ну что-то вот за 300, до 350 рублей она стоит. Вот. Она маленькая, тоненькая, я сейчас её покажу, всё-таки покажу я вам её с вашего позволения. тоненькая, тоненькая, маленькая, как мне сказала клиентка одна моя, она даже в сумку помещается. Вот. Внутри здесь абсолютно, и в том числе, типология, и всё, что есть, с упражнениями, со всеми делами. Тут в конце даже есть, во-первых, там подарок внутри, только надо дочитать до подарка. Вот. И даже в конце есть примерный алгоритм работы с покупателями, с примерами фраз. Вот я, и даже тест есть для продавцов, который вы можете совершенно спокойно. Он, конечно, универсальный, но его там можно абсолютно под себя его трансформировать и потом использовать в качестве аттестационного материала для продавцов, которых вы чему-то учите. Вот такая вот ситуация. Ходите, вот. Я там как раз на этом слайде, я не знаю, успели его, не успели. Сейчас демонстрация экрана. Вот. У меня вот, это мой инстаграм, но вы в инстаграме больше про меня как про психолога узнаете, потому что та же самая... Ага, ничего не показала, главное, включила сама себе и смотрю. Вот, потому что та же самая пандемия внесла коррективы, конечно, и в мою работу в прошлом году, а в связи с тем, что я психолог, и, собственно, практически всегда занималась психологической работой, то я углубилась теперь в эту сферу больше. Вот. Поэтому можете заходить смотреть, мне не жалко. Я буду только рада любым контактам в хорошем смысле этого слова. Спасибо. Спасибо.